Сегодня Государственный Совет Чувашии на очередной сессии также поддержал кандидатуру нового прокурора Чувашии. Василия Пословского рекомендовал на эту должность генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайко. Этот вопрос стоял в повестке дня девятым, но депутаты решили такое важное решение рассмотреть в самом начале. Кроме того, парламентарии приняли еще ряд законопроектов. Подробности в репортаже Татьяны Молоковой. Василий Пословский служит в органах прокуратуры с 1984 года. Последние шесть лет работал в республике Адыгея. Зарекомендовал себя, работая на различных должностях в органах прокуратуры, как квалифицированный, требовательный, профессионально подготовленный руководитель. Я прямо скажу, что входит в когорту наиболее опытных сотрудников прокуратуры в целом в Российской Федерации. Депутаты обладают большим практическим опытом, организаторскими способностями. В работе проявляют настойчивость, принципиальность. Оказывается, чтобы узнать больше о Василии Пословском, кто-то даже звонил в Адыгее. Депутаты проявили немалую активность, выясняя и подробности биографии нового прокурора и первые шаги на должности. Первый момент нужно позаниматься, покоординировать борьбу с преступностью, покоординировать деятельность правоохранителей всех, позаниматься профилактикой и непосредственно защитой прав и законных интересов граждан, живущих на территории республики во всех сферах жизнедеятельности. По ценке кандидатуры Василия Пословского был одинодушием и в партийных рядах. Я и когда того, Ликостаеву утверждали, тоже, Валентин Сергеевич тоже выступал и говорил, что, ну, тогда еще такую изменитую фразу, я сказал, немного придуманную, птицу видно будет по полету. Мы с ним встречались, было заседание комитета профильного, я задавал там вопросы свои, получил четкие, понятные ответы. Есть надежда полагать, видя, какие показатели прокуратуры республики в Адыгее по раскрываемости коррупционных преступлений, контроля за работой организаций, которые строят дороги, строят бюджетные учреждения. Вот видя эти показатели, видя награды, которые получил прокурор республики, есть такое вот ощущение, что это будет хорошо для республики. Нам сказал, что он будет работать и в Чувашской республике, и вся его деятельность будет направлена вот в том числе на защиту законных прав и интересов наших граждан. Также депутаты рассмотрели в первом и втором чтении законопроекта потребительской корзине. В новом документе изменяется условное количество некоторых продуктов, которые должны употреблять жители республики в течение года. Как сказал заместитель министра труда и социальной защиты Виктор Ковалев, изменения в региональный закон вносятся в соответствии с федеральными нормами. После этого уточнения стоимость прожиточного минимума, по данным Министерства труда и социальной защиты, может измениться на 60 рублей.